что ты улыбаешься мы в прямом эфире с тобой я приветствую моих зрителей аккаунт свежи сама юлия и мукина аккаунта вязание и сегодня я со своей сестрой тренер рядом будем говорить больше не о спорте не а теле не о вязании о наших мыслях которые творят реальность вокруг нас но я так понимаю тему нашей беседы возможно ли она ее по другому понимает может мне есть что сказать или не тоже есть что сказать можно я тебя тоже представлю среди моих подписчиц это моя сестра юля у нее аккаунт свежи сама она создает мастер-классы с очень красиво вязаной одеждой которая вяжется спицами я вот помню что год назад мне очень поддержала когда я боялась выходить прямой эфир и знаю что многие кто ведет инстаграм боятся это делать ты мне тогда поддержала тебя очень благодарна первый раз да это был первый мой прямой эфир потом мы с тобой выходили совместный прямой эфир когда я всем торжественно клялась что свяжу платье и до сих пор его не связала потому что я не знаю вы все герои героини во всем памятник надо ставить кто вяжет спицами только связал уже подписчицы перестали спрашивать что там следи на платье мне тоже перестали спрашивать вот и и все и больше мы с тобой в прямой эфир по моему не выходили но может быть еще один раз и что мой за год с тобой вышли всего три а помнишь у меня был эфир примерка ну вот это же как раз там я и клялась что что я свяжу платье всем всем добрый вечер я лена это моя сестра юля напишите пожалуйста как слышно я еще не видел ну судя потому что вы уже смайлики пишите я думаю слышно и видно хорошо и в ленином тоже аккаунте напишите пожалуйста как слышно как видно и вообще я вас очень благодарю что вы сегодня в субботне суббота сегодня или воскресенье в субботний вечер вы сегодня с нами нам очень приятно да мы на отдыхе находимся поэтому спасибо что отлично слышно поэтому ну чуть-чуть теряемся во времени и здесь столько всего красивого и интересного что посещает вот эти вот слова inside да это изнутри когда вот изнутри ты что-то чувствуешь сейчас я займу позу открытую я просто так облокотилась это знание изнутри да я чувствую что я как бы спасибо хорошо слышно на рожаю себя слова вот чтобы их не рожать нужно занять открытую позу и тогда канал польется о чем мы сегодня будем говорить да расскажи о чем в общем ала спасибо даже замечательно выглядеть благодарим расскажи как родилась тема провести этот эфир после чего ты мне предложила ну потому что ты без остановки ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду такие вещи говорила давай поговорим выйдем 0 то что я сегодня была ночью на горе и утром сначала рассвет и пока мы сладко спали пока вы сладко спали и видела много-много звезд видела бесконечность этого бесконечность этой вселенной и делала утром про на яма дышала задавала себе много вопросов тут же находила на них ответы и пришла когда спустилась горы вниз конечно стала делиться этой информации с сестрой с семьей и да много всего было интересно и и вот расскажи мне что для тебя вот когда ты говоришь когда ты спишь под открытым небом в спальнике да когда ты спальнике все тело кроме лица да я правильно понимаю может сегодня была ночь не сильно не сильно холодная не обязательно только лицо когда холодно тогда только лицо а когда так не закрывать всегда можешь открыт да я вообще с руками открытыми можешь видеть звездное небо да расскажи про свои ощущения вот когда ты грешит меня штырить начинает когда я вот это все вижу что это что это как это где рождается и что такое про на яма еще тоже про на яма это дыхание с утра давай про звезды первый вопрос но это когда наш ум постоянно в суете рабочих будней все время внутри нас разговаривает и наверняка каждый из нас слышал этот внутренний диалог и мы принимаем решение делаем каждую минуту каждое мгновение какие-то выборы идти сюда не идти покушать мне это не покушать услышать это не услышать это хорошо если мы осознаем эти выборы а бывает мы просто живем неосознанно на каких-то рефлексах на каких-то привычках программах установках которые заложены в наш нас с детства и я отвечаю на твой вопрос немножко издалека вот и постоянно вот это разговор внутри разговор внутри что сделать а как будет а если я смогу если не смогу а вот мне сказали а он увидел а я на а мне и такая санта барбара дом 2 в голове постоянно крутится и когда ты ложишься на землю во первых ты чувствуешь землю и смотришь вот в эту бесконечность твой ум затихает ты понимаешь что все остальное по сравнению с этими звездами это просто вот ничто да нет это важно но есть что-то важнее и это может быть не так сильно важно молодец да ли она не сказала что все наши мысли это все это пыль потому что наша жизнь не может же быть пылью да наш ум наш ум и вот этот диалог это только лишь инструмент для того чтобы достигать каких-то задач каких-то идей это инструмент которым надо пользоваться не я же не говорю ну вообще это не я считаю не очень верно все время уходить только в состоянии нирваны это если жить в лесу где-нибудь в шалаше и чтобы тебя никто не трогал питаться корнями деревьев и росой листьев и все но мы живем в социуме и нам у нас есть ответственность там перед родителями перед детьми у нас есть желание жить в комфортных условиях зарабатывать деньги и нам необходимо пользоваться умом который принимает стратегические решения которые помогают нам добиваться каких-то результатов которые помогают нам ладить в семье то есть быть хороших доверительных отношениях с любимыми людьми но это лишь инструмент для каких-то целей но это не только он и не только вот это все это мы это наша жизнь но вот это ответ она который дали мне звезды я знаешь сейчас тебя слушай наверное чуть-чуть ушла из состояния быть в моменте я вспомнила что я тебя не представила для тех подписчиков кто тебя не знает что лена моя сестра тренер рядом это не значит что она спортзале там рядом какие-то дают инструкции как заниматься своим телом через физические упражнения лена занимается осознанным движением у тебя есть красивая фраза нейрофитнес для мозга да нейрофитнес это работа я сама забыла как у меня там красиво написано через работу мозга к здоровью красоте к здоровью и красоте мы идем такая тема интересна осознанность вот почему мы сейчас говорим про осознанность и почему я тебе доверяю как даже не сколько как специалисту а как знаешь духовному учителю в какой-то степени как учителю да я тебе доверяю и когда ты начинаешь говорить какие-то свои откровения которые к тебе приходят это очень интересно давай сначала наверное мы спросим у наших подписчиц какие есть состояние да какие есть может быть запросы вопросы то мы сразу выдаем какую-то прям информацию жах 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 не объяснив вообще откуда она и что с ней делать и насколько интересно вам такая информация поэтому напишите пожалуйста например вот сегодня суббота вечер каком вы состоянии мы я прошла свою эфир тоже задавала вопрос про состояние в каком вы состоянии находитесь что вас может быть беспокоит или не беспокоит когда мы прислушиваемся к своему состоянию мы тогда погружаемся в момент правильно мы находимся в моменте а момент это единственное что может быть важно в нас в данный момент в настоящий момент потому что здравствуйте мария потому что благодаря моменту формируется наше будущее да и когда мы не думаем о прошлом что мы что-то не совершили что мы забыли что-то сделать а что было бы вот так или вот так вот когда мы об этом не думаем в настоящем находимся тогда становится очень интересно наблюдать что кругом происходит я вот с этой целью вышла в эфир поэтому мне интересно в каком состоянии вы находитесь может быть состоянии раздраженности удается ли в принципе отслеживать состояние в течение дня до например я сегодня мы сегодня собрались утром ну давай дальше по очереди говорить ты говоришь и сразу течешь дальше давайте такой вопрос всем как вы сейчас себя чувствуете что внутри вас какое состояние спокойствие умиротворение радость грусть зависть недовольство собой больше значит тренер задает сразу четкие вопросы дальше может быть что-то какое-то свое состояние вот как вы сейчас себя чувствуете вот каким словом одним вы могли бы это описать что внутри вас потому что я преподаю осознанное движение и я часто задаю такие вопросы обратите внимание на свое эмоциональное состояние что сейчас раздражение радость спокойствие грусть потому что вот и сейчас дальше потекла с вопросом отслеживаете ли вы свои эмоциональные состояния потому что если задать сейчас этот вопрос вы сможете на него ответить но в течение дня особенно женщины настроение состояния меняется вот так поэтому по разной шкале но вот и мы сейчас хотим вас немножечко вот в этот момент схлопнуть да здесь и сейчас как вы сейчас себя чувствуете легкая усталость потерянность тоска расслабленность кстати про потерянность помнишь вот с чего мы решили этот эфир провести про аналогию спортзал помнишь энергия там где наши мысли написал да все верно а наши мысли постоянно где-то вообще только не в теле по-твоему в теле должны быть мысли а где здесь и сейчас в комнате в это как-то это понимаешь глазами вижу глаза где находят в теле точно все же ответы внутри нас а нутро наше в теле же на а мы где находимся в теле нет мы находимся там где наши мысли еще запутаешь вот смотри грусть немного тревожно прекрасно здравствуйте верочка беспокойство грусть вера мы сейчас задали вопрос ли она и что вы сейчас чувствуете вот вот прям сейчас скажи мне вот я когда читаю комментарии грусть тревожность ты начинаешь грустие 3 а я начинаю потому что у людей есть такое очень хорошее качество как эмпатия когда ты смотришь кино про любовь ты чувствуешь то же самое что главный герой когда ты чувствуешь смотришь фильм где главному герою страшно тебе тоже становится страшно это очень хорошее качество эмпатия свойственная людям это значит чувствовать чувствовать то что чувствует другой человек вот мне написала ирина я после очередного часового занятия моего видимо очень крутой у меня все тело со мной ирина я так рада что вы самостоятельно занимаетесь да у меня все тело со мной супер кавычки возьми да можно вас потом будут цитировать да алла написала глядя на вас слушая вас девочки расслабляешься настраиваешься на нашу волну да классно раскручиваете момент с мелких деталей вот что думаю о лете немного грустно спасибо ирина ну вот расскажи давайте давайте сейчас будем менять состояние что самое интересное когда мы отследили состояние но если уж делиться инсайтами мы можем что его взять и поменять самостоятельно в любое другое состояние кто чувствует грусть вы можете у вас есть выбор остаться в состоянии грусти а вы можете предложить себе несколько других вариантов то с чего лена начала эфир что мы с каждую секунду каждую минуту выбираем либо мы выбираем выбирать и не выбрать когда мы ждем что нам кто-то что-то посоветует что скажет там сестра скажет тетя скажет еще кто-то или начальник и ничего не совершаем либо мы самостоятельно выбираем там помыть голову до эфира или после эфира но до ужина или после уж ну какие такие вещи выбор и когда мы принимаем решение выбираем быть сейчас состоянии радости вместо того чтобы быть в состоянии грусти знаете радуга вообще моментально приходит вот мне прям сразу хорошо становится в такие моменты и я знаю что мне помогает знание и опыт что вселенная рядом лена рядом вселенная вся вся лена рядом и безопасно что она заботится о нас я точно знаю как бы мне плохо не было но все равно откуда откуда ты об этом узнал ну это опыт кто тебе об этом рассказал я его проживала проживала и я его сейчас проживаю всегда доверяем и нет не конечно не всегда благодаря наверное это вот очень сильно 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 пресильно а я стала чувствовать после нашего с тобой ретрита когда мы в прошлый раз были в крыму 9 мая несколько дней три-четыре дня мы здесь были именно как раз в того времени мы начали дышать выходить к на рассвете завтра кстати пойдем тоже тоже и приходим мы к вопросу что такое про на яма давай да что такое про на яма и ты будешь про вот это говорить давайте ну смотри это лоб предвкушение поездки на море не грустно но и нерадостно а быть спокойным это тоже вера я вижу и меня все получается мне хорошо вот напишите пожалуйста клёво что все классно я прям внутри радуюсь так и даже ликую вот у кого к состоянии грусти вам удалось просто одним осознанием того что вы находитесь в грусти поменять свое что вы выбрали остаться в грусти или выбрали поменять состояние на на какое-то более позитивное как она вопросы задает пока я тут сочиняю она на вас и ответственность перекладывает она говорит если вы ничего не не поменяли да значит вы это ваш выбор и тут вообще никто никого не должен жалеть да да это ваш выбор и вы вправе поменять совершить другой выбор да просто когда мы грустим есть на это какая-то причина может быть там нам что-то хочется мы этого не получаем да мы грустим когда мы не осознаем причину своей грусти либо даже сам факт грусти мы не осознаем мы в этом состоянии находимся достаточно долго и это наш выбор он может быть неосознанным но если мы осознаем и понимаем на что же я грустю все вокруг радуются там ребенок бегает радуется мне грустно там всем хорошо мне грустно и если залипнуть в это состояние грусти и думать почему же почему а достаточно просто его осознать и для себя решить мне хоть я выбираю остаться в этом состоянии или я выбираю его поменять если выбираю поменять и думаю как мне это сделать я начинаю придумывать варианты а что если я сейчас пойду и и, не знаю, почитаю анекдот какой-нибудь, или вспомню шутку, или пощекочу себя за пятку, или просто так улыбнусь от того, что я вижу своего ребёнка, который радуется, и мне хорошо. То есть вариантов много, но хотя бы два-три найти, и уже есть возможность выйти из состояния грусти, либо остаться в ней. Я в прошлый эфир тоже говорила про наши утренние подъёмы, о том, что когда реально состояние грусти ты его отслеживаешь, вот мне очень помогает просто обнять милашку, дочку, потому что там такой комок энергии, а не комок, там сгустящей энергии. Ты её обнимаешь, и ты так наполняешься. Здесь вот комментарий был. Смотрю ваши истории сегодня, и на лице улыбка всплывает приятное воспоминание о моей поездке в Крым и Новый Свет. Мне кажется, здесь вообще гениальное место. Она мне вот Светлана написала. Вот важно уметь понять причину того или иного состояния. Важно уметь понять, потому что не каждый может. Я грущу, и почему? Вот я бы, Света, это моё мнение, не заходила в эти дебри. Почему я грущу? Достаточно, вот самый такой лёгкий способ, просто осознать грусть. Можно, конечно, идти, но кто-то не умеет. Мне кажется, чем чаще ты будешь осознавать, что ты в состоянии в том или ином, да, в грусти, ты потом, ну, через неделю, наверное, сможешь уже видеть, кто тебя ввёл в это состояние. И сразу же, не так, что пока ты там, ой, я грущу, что я делаю? А, я грущу, так, надо поменять. Нет, ты вот просто, вот я, например, что могу? Так, 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 так. Милашка, например, где-то засопливила там. Это её дочь. Да, и я хожу, что-то вот всё уже какая-то напряжённая. А потом думаю, ну, так, что-то, ну, бывает, да. И, ну, понимаю, и сразу быстренько переключаюсь. Вера пишет, при виде вас, девочки, у меня на лице только улыбка и радость. Спасибо вам большое, Верочка. Потому что у вас тоже есть эмпатия. Мы же улыбаемся. Ну, так вот. Пранаяма. Пранаяма — это утренние наши практики, когда мы дышим. Дыхание пранаяма называется так. Ну, из йоги все виды дыхания называются... Тренер рядом Асан Курона. Все виды дыхания называются пранаяма. Я просто так называю. Я йога никогда глубоко, очень сильно не погружалась. Я думала, что мы прям как-то отберёжились. Нет, нет, нет. Любой вариант осознанного дыхания, вот ты будешь просто сидеть и наблюдать за своим вдохом и выдохом, и это уже начинается пранаяма. Просто это в переводе с какого-нибудь там языка, как на котором говорят индусы. Вот. И почему в состоянии, когда мы дышим, вот Юля получила много там каких-то тоже ответов на вопросы и очень много осознала вещей, когда мы были последний раз в Крыму. Потому что это то, о чём я говорила вначале, когда я увидела звёздное небо. Ум в этот момент успокаивается. Мы выходим в другую волну работы головного мозга. У себя в клубе и на прямом эфире у себя я рассказывала о том... Санскрит, правильно, да. Альфа, бета, да? Да. Пранаяма в какое время. Мы дышим с утра на рассвете. Вот тоже хороший вопрос. Мы садимся напротив солнышка, лицом к солнцу, на рассвете, начинаем немного раньше. Начинаем дышать и фокусируем своё восприятие, как будто мы смотрим на солнце через вот... Я уже всё это забыла. Третий глаз. Послушаю. Хорошо. И здесь, кто знает, здесь в глубине, вот если через голову с этой стороны зайти и с этой стороны зайти, там находится у нас гипофиз, так называемая шишковидная железа, которая... Она реально физически существует в природе? Да. То есть в анатомии она там есть? Да, да. Это маленькая такая... Ну, такой орган, напоминающий сосновую шишку. Ну, вот так и вот где-то в этой стороне. Вот. И концентрируем всё своё внимание в этой зоне, в межлобе. Да. И когда... Ну, наверное, ты дышишь правильно, потому что я не за жёсткие схемы дыхания, а за то, как идёт. И всё. А ты просто... Мы как-то записывали... Точнее, вышли в прямой эфир с Лениного аккаунта, где занимались утром. Лена потом в записи посмотрела, говорит, хорошо, что я увидела, ты неправильно делаешь. Как неправильно, если я всё равно коннектируюсь, и у меня приходят ответы, когда глаза открываешь, и солнце выходит. Я была некорректна, потому что вот я всё чаще и чаще прихожу через опять опыт преподавания осознанного движения, нейрофитнеса, в том, что нет правильного и неправильного. Если ты чувствуешь результат, если ты получаешь эффект, значит, ты делаешь всё правильно. Если тебе становится хуже, ты ничего не чувствуешь, ради чего то, чем ты занимаешься, значит, ты делаешь неправильно. Поэтому то, как надо поднимать руку высоко, а ты поднимала руку низко, от этого ничего не поменялось, ты точно так же вдохнула. В Ватикане есть памятник шишковидной железе. Это железа у людей такая слабая. Как раз вот это дыхание помогает. Ну, она регулирует работу всех органов гормональной системы. Грубо говоря, она отвечает за интуицию тонкое, видение, ясновидение, яснослышание, экстрасенсорику. И, конечно, активировать её прям в полной мере я бы, наверное, не стала, потому что слышать голоса и как-то с этим жить, видеть каких-то сущностей, я не знаю, не все готовы. Я не очень в них верю, но, в принципе, считала о таком, что у кого очень активировано, они разговаривают и с духами, и с наставниками, и с кого только. Её активируют не дыханием, они же прибегают к разным другим методам. Подожди, но любая практика начинается с дыхания, потому что надо мозг вывести в это состояние. Ты не так и не искала в какое. Да. Поэтому Виктория написала, что стала слабой шишковидная железа. Железа — это действительно так, потому что почему она стала слабой, что на неё влияет? Телевидение. Дом-2. Сериалы, программы, как реагировать, как взаимодействовать с людьми. Постоянный негатив, негатив, негатив убивает. Сахар. На шишковидную залезу. Просто сладости? Просто сладости в огромном количестве потребления углеводов. Хлеб, чипсы, газировка, мороженое, шоколад, конфеты, печенье. Ты сейчас говоришь, когда это чрезмерное потребление. Да, конечно. Тогда одна потребление. Конечно. Ну, везде должна быть мера. Потом гаджеты, радиоволны, излучение. Мы спим, возле нас телевизор работает, телефон на будильник стоит рядом, компьютер работает, вай-фай, вовсю вай-фае. Что у нас там? Ещё что-то стоит там. Холодильник. Ну, вдруг мы спите на кухне с телевизором и вай-фаем. Радиоволны все у нас. Мы с телефоном постоянно. Тоже угнетает работу шишковидной железы. Не грусти. Мы можем сбалансировать. У нас есть на это все же. Поэтому, когда на природе без гаджетов, люди реально отдыхают и успокаиваются, да? Потому что нет влияния лишнего. Да, достаточно просто раз в неделю выехать за город, ставить в машине телефон и погулять по лесу. И мы все это чувствуем, как меняется наше состояние. Вот просто почему все в парке, в лесу люди ходят, улыбаются? Потому что они созерцают вот эту красоту, они её активируют. Даже не зная о том, что активируется шишковидная железа, гипофиз, но состояние лучше. Почему люди там хочется так к земле прижаться, полежать просто на травке либо обнять какое-то дерево? Кто сказал человеку, что это надо делать? Просто тянет, что вот эта интуиция, она просыпается, сама шишковидная железа туда тянет. И очень полезно, просто я когда-то писала пост от всех тех минимум задач, которые можно сделать, чтобы активировать шишковидную железу. Я писала это зимой, и там первым пунктом было смотреть по 15 минут в день на рассвет и на закат. И я всё ждала, когда начнётся потепление, чтобы вот прям активно в это вернуться. Потому что мы раньше с Юлей, когда у нас умерла мама, мы активно тоже дышали и всё время практиковали на рассвете. Да, я часто говорю эту историю, что после этого у меня в жизни появилась меланида и свеже сама. Я тогда связала своё первое платье марсалы, создала видеоурок, и с тех пор понеслось, понеслось. Причём каждый раз во время дыхания, каждый день, каждое дыхание заканчивается внутренней молитвой. И я всегда просила раскрыться через творчество. У тебя, хочу сказать, очень активные и очень продвинутые, подготовленные подписчицы, поэтому почитай, пожалуйста, там столько комментариев интересных. Да. Есть ли проноямы утром онлайн? Я не преподаю проноямы, я просто дышу, делюсь опытом, но я преподаю осознанное движение, и это такая двигательная медитация. Мы следим за своим дыханием в течение часа, но помимо этого ещё делаем маленькие приятные движения и погружаем себя в это медитативное состояние, и тем самым помогаем своему телу избавиться от напряжения. Поэтому я вот такой формат занятий преподаю. Проноямы просто могу о них рассказать. Расскажи про ритмы состояния альфа-бета, и что ты говорила, твои занятия проходят именно в одном из этих ритмов. Да. Наш мозг, ну как воспринимают волны, да, наш мозг, ну это тоже как вариант идеи, он не генерирует, он воспринимает как антенна. Вокруг нас есть информация, и идут волны, и мы эти волны воспринимаем. И сам мозг, он тоже работает по отдельным волнам. Наверняка вы слышали альфа-ритм, бета-ритм, дельта, гамма, тета-ритм. Альфа — это когда мы активны, когда мы решаем задачи, бодрствуем, торопимся, суетимся, со стрессом справляемся. Это альфа-ритм. Есть дельта-ритм, когда мы спим. А есть бета-ритм, когда наше сознание присутствует, но оно тихое и ровное. То есть мы не бодрствуем и ещё не спим. Вот в этом бета-ритме проходят все медитации, и сюда можно попасть через дыхание. И на этом ритме я работаю в осознанном движении, в нейрофитнесе. То есть у меня голос сразу становится таким. — Нормально быть в этом состоянии. — Потому что в этом состоянии нервная система тормозится. Мы в течение жизни всё время, ну, так нас соц ведёт, нагнетает, чтобы мы всё время были в возбуждении. Я хочу, мне надо, надо успеть, решить много задач, там-там быть, бежим-бежим-бежим-бежим-бежим, легли спать, надо уснуть, отключились, проснулись, опять бежим, и даже во сне бывает бежим, потому что сны снятся такие, что даже не восстанавливаемся. Юля выдохнула, значит, согласна. Вот. А когда мы через дыхание погружаемся в бета-ритм, мы начинаем тормозить свою нервную систему, восприятие начинает замедляться, ощущения начинают расширяться, мы начинаем больше чувствовать, больше понимать, мы начинаем находить ответы на вопросы. если вернуться к моим занятиям, да, я вот всё время говорю, я не знаю, почему у вас болит, я не знаю, почему, вот у меня спрашивают, я говорю, но когда вы будете заниматься, вы начнёте сами понимать, что вам мешает. Каким способом? Потому что, погружаясь в это состояние, восприятие самого себя в целом становится гораздо больше, и начинаешь понимать, как ты ходишь, как ты двигаешься, почему ты, когда смеёшься, поднимаешь плечи, ну такие вещи, и ответы, они начинают подниматься, вот потому что мы попадаем в этот бета-ритм. Многие у меня вначале, кто начинает заниматься, засыпают, то есть они сразу в дельту падают. Почему? Потому что нервная система перевозбуждена, она всё время находится в альфа-вальфа, и только сделаете вдох-выдох, человек упал в дельту, он спит, или сделал несколько движений, и это нормально, потому что нервная система не натренирована быть в, ну тормозится, не натренирована, а нам важно научиться тормозиться не для того, чтобы быть всё время в состоянии релакса, такие быть в нейтрале. Непрошибные, как знаешь, на таблетках, да, успокоительных, когда люди вообще ни на что не реагируют. Ну кто принимает транквилизаторы, антидепрессанты, они очень спокойные, такие равновешенные и сонливые, а нам надо научиться тормозить нервную систему, чтобы её переключать вовремя, когда надо быстро принимать решения для того, чтобы там бизнес пошёл, чтобы там ребёнка устроить, там школу. Я тоже когда-то отследила, что ты в грусти, ты быстро переключаешься на радость, идёшь дальше, делаешь дела. Или там ребёнка, температура поднялась, надо принимать решение, ты же не будешь, ой, ну сейчас как пойдёт, так я и посмотрю, а с температурой уже 42, да, надо быстро принимать решение. Но когда уже решение принято, ты у врача сидишь, и тебе сказали, что делать, а твоя нервная система до сих пор бежит, ты переживаешь, переживаешь, истощаешь себя. Вот тут важно раз и затормозиться. И таких ситуаций в нашей жизни бывает очень много, когда мы решили ситуацию, но забыли, что можно-то и затормозиться. И вот умение возвращаться в себя в состояние нормы, то есть иногда надо ускоряться, иногда надо замедляться. Но нас никто не учит замедляться. Вот пранаяма, медитации, дыхание и осознанное движение, потому что я через осознанное движение ко всему этому прихожу гораздо быстрее, чем я занималась йогой, но я занималась неактивно. Сколько ты уже преподаешь осознанное движение? Онлайн я преподаю больше года. Отзывов у тебя масса. И, конечно, если погружаться в каждый отзыв, можно понять, насколько твои занятия для каждого по-разному имеют эффект, но всегда положительный. Мне хочется, чтобы ты перевела два примера. Мне кажется, они самые... Ну, о них мало говорят, когда вот что-то случается прям классное. Таких отзывов мало, но они реально, мне кажется, волнуют каждого. Значит, первое, это женское здоровье, да, и получение удовольствия от... Сексуальной жизни. Спасибо. Спасибо. И второе... Тоже какой-то яркий... Была у меня сейчас мысль и ушла. А, когда перестают есть и начинают худеть, потому что принимают своё тело, как это происходит? Объясни. Почему это происходит от твоих занятий? Что ты какую-то волшебную пилюлю даёшь? Потому что мы на занятиях начинаем осознавать своё каждое движение, находясь в моменте здесь и сейчас. И эта тренировка идёт через тело, но тренируется нервная система осознавать каждое своё действие. И когда мы занимаемся любовью, сексом, часто бывает так, что голова находится не рядом с любимым человеком. То есть физиологически ты получаешь какие-то там процессы? Да. Физиологический контакт происходит, нервные рецепторы раздражаются, всё там приятно. У всех по-разному, да? У всех по-разному. А когда тело твоё открыто на чувства не на 2%, а на 302%, тогда, конечно, оргазм происходит более насыщенный, более ясный, более красный, распрекрасный. Об этом мне пишут девушки, я не публикую эти комментарии, потому что это очень лично, но это кого-то касается, ну, многих касается. Месячные точно так же, менструация, напряжения очень много. И не то, что мы получаем удовольствие от этого, а когда здесь напряжение не только в мышцах, которые находятся сверху, а те мышцы, которые удерживают наши трубы, яичники, влагалище, матку. Это у нас всё на связочках висит, но эти связочки прикрепляются к мышцам. И если эти мышцы зажаты, то и там всё происходит в достаточно сложном ключе. И когда эти мышцы приходят в естественный тонус, они не расслабляются и провисают как гамак, они находятся как такой плотненький натянутый тент. И кровообращение идёт, этот тонус, он даёт эту энергию. И тогда ПМС проходит, самый период менструации проходит гораздо легче, и живот не болит, не тянет, и поясница не болит. И ты настолько чувствуешь, что вот сейчас у тебя они начнутся. Не то, что это случайно. Вот я их жду, жду, когда же они... Ой, начали, где искать теперь, как себя спасти. А тут прям вот раз, и ты понимаешь, вот сейчас они начнутся. И такое чувство благодарности к своему телу, уважения. Об этом мы тоже на занятиях. Мы учимся благодарить своё тело и понимать, насколько оно для нас ценно. И даже вот этот момент ежемесячного очищения воспринимается как нечто сокровенное, очень глубокое. И такое уважение к своему любимому женскому телу, опять же, к тому, что когда вот это проявляется любовь и чувство к нему, уже не хочется баловать себя типа шоколадками и конфетками, начинаешь задуматься, зачем я ем такое жареное мясо, зачем я ем вот эти плюхи, в которых маргарин положен. То есть, и вот эта осознанность, я об этом на занятии не говорю. Мы просто учим через... Ты просто получаешь отзывы. Мы просто на занятиях, я учу тормозить нервную систему и воспринимать своё тело, относиться к нему с уважением через такие инструкции. Двигайтесь медленно, останавливайтесь, если вам дискомфортно, если вы чувствуете недомогание, дискомфорт. Делайте диалог. Да. Остановитесь, дайте себе отдых. И просто через эту практику разговора с самим собой, с умением себя притормозить, эта практика, она переходит в жизнь, естественно, во все сферы жизни. И в сексуальные, и в отношения с любимыми детьми, с мужьями, с супругами, с родителями. Потому что начинается вот это чувство к себе. Ты, когда себя воспринимаешь, любишь, благодаришь, тогда тебе легче другого человека поблагодарить, сказать ему спасибо. Ты мне очень важный. как к телу своему обратиться, так и к другому человеку. И это происходит настолько само, ну вот само. Потому что практика, мы час лежим на полу, вы это все делаете, получаете... Сколько раз? Что, сколько раз? Занятия твои. Я провожу занятия онлайн три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам в течение часа в отдельном аккаунте Instagram. Давай почитаем комментарии. Я хочу, да, чтобы ты про шишковидную там как начали писать. Вот Алла пишет, к сожалению, многие увлекаются практиками визуализации, перескакивая с нижних чакр сразу на выше, поэтому начинаются проблемы. Это когда мы говорили о том, что открывается ясновидение, яснослышание, и люди улетают из социума. А я всегда сторонница того, ну и очень согласна с тем, что говорит Алла, что надо быть в балансе. Ничего слишком, как говорит Алла. Не быть в нижних там потребностях, там покушал, поспал, позанимался сексом, и всё. Там посмотрел кинуху, похохотал и выпил пиво, хе-хе-хей, и всё. Либо, ой, я святая, я там... Я ничего не раздражаю. Я просветленная, меня никто вообще не раздражает, я всех люблю, мир, любовь. И это тоже не... Должен быть баланс. Потому что от тела там... Ну, когда происходит какая-то ситуация, да, раздражающая, а ты там вроде там где-то ходишь, а тело возмущается, и ты не даёшь... А мы тело не слышим, да. Я тоже через это проходила, и когда я была на консультацию Стеллы, нашего психолога, я в какой-то... в гипнотерапии увидела, что я нахожусь в кристалле, вся такая духовная-духовная, моё тело кричит просто. Моё тело кричит, а я говорю, нет, это всё меня не касается. Стелла мне тогда объяснила, что ты живёшь в этом теле, на этой планете с определёнными там задачами, у тебя есть душа, но у тебя есть тело, и важно обращать внимание и туда, и туда, и с этим взаимодействовать. Для меня это тоже было открытие, да, и потом, конечно... Пока ты листаешь, мне тоже Татьяна пишет, вы такие молодцы, всё делаете с любовью профессиональной, я очень многому вас учусь, спасибо большое. Нам эти отзывы прям очень-очень нужны, спасибо вам большое, что находите время и прям пишете. Да, я всегда, вот когда читаю длинные отзывы, я прям к телефону, Юля была бы рядом, она бы сняла сторис в этот момент, и я всё время говорю, господи, какое счастье, что вы находите время для того, чтобы написать столько добрых слов, ну потому что это действительно, это время написать, это не голосовое сообщение отправить, это ещё красивые сердечки поставить, это, ну правда, очень приятно. Виктория вот дополняла, поэтому живу... Третий год без... Третий год без медийной и телевизора, нет никаких газет, я не читаю только рукоделие, и вот такие интересные эфиры. Если не пропущу, отключаю все приборы несколько раз в день и на ночь, живу в горах, в лесу. Вот это правильно. Вот, знаете, это золотая середина, как бы ты и в социуме находишься, и есть возможно... Ну вот в лесу вообще хорошо, но я думаю, что Виктория уходит. Классно, я прям сейчас... Классно, классно, я прям так радуюсь за вас. Да, то есть есть всё-таки шанс, у нас, хоть у нас подавление идёт, но вот осознанность, когда мы понимаем, что внутри нас происходит, как мы можем себе помочь, как мы можем чем себе помочь, пойти утром в парк. Вот мы ходили с тобой утром на рассвете, сколько людей подключилось к нам, сколько мне писало, Лена, я тоже пошёл в парк, мне вот друг писал, там девочки мне сегодня написали, а вот я сегодня тоже рассвет встречала. Мне тоже писали, что я с вашими рассветами тоже хожу, гуляю и наблюдаю. И у меня в ленте, на кого я подписана, появилось много фотографий, но не в ленте, а в сторис моих, на кого я подписана, рассветы, закаты, ну это очень приятно, потому что... Да, а то уже у нас осталось 20 минут. В это состояние мы попадаем на занятиях у вас, Лена, когда на мгновение засыпаем. Ну да, это подтверждение моих слов. Так. Держи. А вот здесь назад у тебя делается? Сейчас я что-то из эфира не вышел. Ну ты рассказывай, почему. А я хочу затронуть тему... Всё. Именно... Да всё там долистала, да? Альбина, привет. Именно спортзала. Такой крутой пример. Ты где-то, да, слышала? У какого-то тоже... Я подписана на удивительную девушку, Ольгу, психолога. Я прям скину ссылочку на неё. Но вообще она крутой хайр-стилист. Павла сам. Да? Но она его очень глубокая. И она тоже проводила прямой эфир и привела примеры. Без её разрешения, но в любом случае я думаю, что эта информация должна распространяться в люди, потому что она такой пример привела. Но ты же не используешь в своих каких-то закрытых тренингах, где ты зарабатываешь деньги, на том, что ты практикуешь её слова. Я думаю, что если она в прямом эфире это сказала, то мы её поделим. Ты знаешь, как-то мне говорят, Лена, вы такой ценной информацией делитесь, и вы не боитесь, что вас начнут копировать, плодить и зарабатывать на этом деньги. Я говорю, вообще это меня не пугает, потому что я очень буду счастлива, если эта информация, которую я рассказываю про осознанное движение, начнет распространяться в массы. Через меня, через кого-то другого. Главное, что это приносит людям пользу, поэтому я спокойно... Дело в том, что если ты забрала чужое, то пользу это не принесёт. Это однозначно. Если ты знаешь, что ты совершаешь нечестный поступок, забирая информацию, платную, бесплатную, ещё зарабатывая на этом, перепродавая... Нет, если у тебя купили твой готовый мастер-класс, его перепродали, это одно, но если они вдохновились твоим мастер-классом и создали свой мастер-класс, это другое. Вот я про это. Конечно, если меня копировать, будут просто мои видеоуроки продавать, это на их совести. А если они будут изучать этот метод, смотреть то, как я это делаю, и потом самостоятельно доносить информацию, я за это за. Ну ты сколько учишься? Ты ещё до сих пор на обучении находишься? Ну, пусть люди учатся. Я про другое. Можно я расскажу про этот пример, который меня вдохновил Ольга. Она говорила о том, что вот, допустим, вы ходите в тренажёрный зал, занимаетесь своим телом. Ради чего? Чтобы ваше тело было красивое. Вы качаете ягодицы, спину, пресс. После каждой тренировки у вас болят мышцы, и вы говорите, вау, как классно, я-то позанималась. По ступенькам спускаешься, так ноги болят, вау, круто, я позанималась, я молодец. А больно ходить не могу, но я такая молодец. Но я такая молодец, и всё хорошо. Она говорит, ну почему же тогда в жизни, когда в вашей жизни случается какая-то сложная ситуация, болезненная? Когда в вашей жизни боль, в вашей жизни боль, вы начинаете страдать и впадать в жалость к себе. Ведь это то же самое. Это точка боли, это точка развития, которая приведёт вас к тому, что вы станете лучше. Вот как болят мышцы после силовой тренировки, это говорит о том, что мышцы станут крепче, кожа лучше будет, упругая, вы себя будете лучше чувствовать. И то же самое в нашей жизни. Если случилась какая-то сложная ситуация, ну вообще кажется, что ты на дне, и хуже нет. Это помогает нам максимально активизировать все свои силы и справиться с этой ситуацией. И каждый человек справляется. Ну есть исключения, которые уходят в антидепрессанты, наркотики и всё остальное, но таких меньшинство чаще бывает, что просто у людей поддержки нет. Если у вас есть поддержка, если у вас есть вот эта сила справиться, любая точка боли, любое негативное состояние, какой-то стресс, это только лишь для того, чтобы стать лучше. То есть достаточно осознавать, что если я сейчас нахожусь в такой ситуации, что там у меня навалилась куча проблем, просто важно осознавать, что это точка роста вашего и продолжать действовать активно. И вот это осознание, оно будет вдохновлять, и вселенная будет создавать вокруг такую реальность, что вы сможете вырасти на этом, потому что вы будете к этому готовы. Потому что если мы идём в спортзал и делаем себе больно, мы знаем, потому что об этом все знают, для этого есть тренеры. Но тренер, как строить свою счастливую жизнь, да, наверное, есть, ну как, он не может быть персональным. Вот у меня с счастья небесам, у меня есть персональный тренер, тренер рядом, который мне помогает, и мы можем делиться своими мыслями, своими ситуациями, своими болями, друг друга поддерживать, и у нас это, да, работает. Но когда... Что-то мысль... Помоги. Я сама жду, когда ты выплывешь сейчас. Тренер, который есть в спортзале, вот ты у меня тренер есть, который в жизни. А не у всех есть тренер, который учит жить, да, поэтому вот здесь вы сами себе тренер. И важно осознавать, что если сейчас я в такой ситуации, когда всё плохо, это точка роста, и дальше всё получится. У каждого человека есть учитель. Расскажи, где? Ну, если человек себе задаёт вопрос, он сразу находит ответ. Вот кто-то нас сейчас слушает, и наверняка был какой-то вопрос. И сейчас вы находите, скорее всего, этот ответ. Напишите вот. А те, кто смотрит сейчас эфир, неспроста здесь. Ну, кто-то зашёл и вышел, да? Вот можете сейчас подумать и написать, нашли вы сейчас какой-то ответ для себя или нет. Просто так вы сейчас смотрите ради скуки или какая-то информация всё-таки вам заходит. И появляются книги, появляются люди, появляются фильмы вовремя. И появляются случайности не случайно. Да, и у каждого человека есть учитель через вот это, через его намерение и желание поменяться, стать лучше. Вопрос, есть ли у вас это желание. Не у всех есть. И вот я говорила, что наш эфир будет посвящён силе намерения. Подвинься чуть-чуть. Силе намерения, силе мысли, женской силы, мудрости. И вот про намерение мне тоже очень хотелось сказать. Для меня это было открытием, когда на последнем модуле соматика, я учусь на соматику, кто не знает, это тоже метод осознанного движения по методу Томаса Ханны. И нам преподает Брайан Ингл, он из Ирландии, живёт в Индии сейчас, очень такой глубокий человек. И он нас учил там накладывать руки. Мы кладём руки на тело и ждём там реакции, взаимодействуем через нервную систему с мышечной системой человека. И он говорил, что если ты берёшь руку на тело и просто его двигаешь, это одно. А если ты кладёшь руку и имеешь намерение, вся нервная система тела человека тебе отвечает. И я не знаю, может быть, вы сейчас не очень понимаете этот пример, но в жизни точно так же. Если мы идём, не знаю, едем отдыхать на море, просто едем отдыхать на море, чтобы отдохнуть, это, наверное, просто. А если мы едем на море получить ретрит, какой-то глубокий опыт, сразу вся ситуация раскручивается совсем по-другому. Даже если нет человека рядом, то вы идёте, и с вами кто-то начинает разговаривать, и ты начинаешь глубоко с этим... Ну, я один раз, я тоже как-то рассказывала. Была в этих состояниях, там, чего-то изучения, понимания. И просто себе иду, и в Москве у меня на детской площадке подошла ко мне женщина и стала говорить о таких вещах, о которых я нигде никогда не знала. Ну, сейчас не буду говорить о них. Ну, вот я тебе про учителей. Вот вопросы про намерение себе задать. Какая... Ну, вот это желание, цель, да? Вот, мне кажется, такие очень жёсткие структуры. Намерение. Какое намерение у нас в жизни есть? Вот ради чего? Вот я каждый шаг делаю для чего? Ради чего? И вот это намерение, оно нас ведёт, и начинает раскрываться картина мира совсем другая. То есть обсыпаются какие-то старые установки, уходят. Уходят люди, уходят друзья, потому что у тебя есть какая-то там светлая цель, какое-то намерение глубокое, настоящее. И вот это вопросы осознанного выбора каждый момент, да? Делать или не делать? Это или не это? Так поступить или не так? Ну, не знаю, понятно, объясняли, нет? Скажите. Алла не поняла, что сказала твоя психолога. Нет, Алла, наверное, написала, когда я ещё не дорассказала, но я же рассказала историю. Ты думаешь? Да. В общем, про спортзал. Да, да. Просто долго мы ушли, а потом вернулись. У тебя опять много комментариев. Да, давайте почитаем. У тебя очень активный подписчик. А, я люблю своих подписчиц. Кстати, очень много подписчиков у меня от тебя, потому у нас общие. Так. Мой инсайт, намерение, моё всё. Ого. После нашего разговора. Это же вообще, это какие слова. Я поняла. Твои подписчицы, они занимаются с тобой, поэтому они быстро чувствуют и быстро дают ответы. Да. Вот я вижу. Наталью, которая тоже у меня. Татьяна тоже у меня занималась. У тебя. Так, Виктория пишет, что матери моей ещё в 90-е годы так мигрень убирала. Уже с детства эта тематика нашей силе интересовала. Да, ну вообще, сейчас знания приходят постепенно. И мне кажется, вообще всё это было давным-давно. Люди умели, справлялись, выживали за счёт вот этой силы, намерения, самоисцеляли себя. Но потом забыли. Не знаю, как это происходит. Может, это только легенда и вымысел мой. Но вот сейчас знание, оно прям приходит, информация идёт, что есть способы самоисцеления, самовосстановления, самосовершенствования. И сейчас ритм жизни изменился, да. Слава Богу. Прям можно молиться каждый день и благодарить за то, что мы живём в более-менее спокойное время. Вот в более-менее. Все в разных точках мира живут. И у кого-то есть там и войны, и агрессии. Хотелось бы, чтобы они закончились. Но мы живём, когда у нас есть еда, есть вода, есть где спать, есть тепло. Вспомнить там, как жили наши бабушки, война, голод, да. Как наши жили там прабабушки, когда вообще там инквизиции и всякое. Самое важное, есть информация. Да, но сейчас есть... Ты можешь выбирать что. Сейчас есть условия для того, чтобы этой информацией пользоваться. Потому что наши родители, наши бабушки, они выживали. И они пользовались той информацией, которую им давали. А мы сейчас можем выбирать, чем пользоваться. Потому что у нас есть ресурс для этого. Дальше, читай. Осталось 8 минут. Я хочу тебе ещё задать вопрос. Ну, вот Виктория дополнила, что мама вылечилась наложением рук. Так, вот. Ну, в смысле, накладывала руки на тело и самоисцелилась. Ирина добавила, я только неделю занимаюсь, хочу к вам в клуб. Ирина. Я хотела задать вопрос. Расскажи, как к тебе попасть в клуб и что для этого нужно, чтобы с тобой заниматься. Нужно ходить в спортзал, втыкать наушники в уши или там, что нужно? Что нужно? Сколько времени? Те занятия, те занятия, которые я преподаю, они не похожи ни на какую физическую нагрузку. Вообще. Даже не на йогу. Вообще нет. Может быть, на остеопатические какие-то приёмы, если вы были когда-либо у остеопата. Но здесь вы разоримаетесь самостоятельно. Мы... Я веду занятия онлайн в закрытом клубе Инстаграм. Три раза в неделю, в понедельник, среда и пятница в 21.00 по Москве. Я выхожу вот так же в прямой эфир и голосом вас веду. Вы ложитесь на пол и я рассказываю, как устроиться поудобнее, лёжа на полу. Я вот таким примерно голосом сейчас говорю. Я погружаюсь в такое же состояние, как и вы и даю инструкции не... Я всё время говорю, это не гипноз и не транс. Это просто определённое состояние вашей нервной системы, когда вы, слушая мой голос, начинаете чувствовать много больше. Я задаю вам вопрос, как вы двигаетесь, как вы лежите, поверните ногу сюда, вот сюда. Мы работаем с телом, но мы работаем с телом через работу нервной системы, через её торможение и через тренировку ощущения и чувствования. Вся работа направлена на движение, то есть через маленькое медленное движение вы начинаете себя лучше чувствовать. Лучше чувствовать, это не от слова как ты себя чувствуешь, хорошо, а от того, что я себя чувствую, вот в плане больше чувствую. Не только тело, но опять же то, с чего мы начали. И эмоциональные состояния ты быстро отслеживаешь. Ты понимаешь, почему ты сейчас в грусти, почему ты в раздражении. Иногда бывает, вот сегодня я хотела начать с того, что рассказать, чему мы договорились сегодня за завтраком. Мы сегодня завтракали, я, Лена, мой супруг и дочка Милашка. И решили понаблюдать, сегодня провести весь день в наблюдении. И вечером поделиться, что случилось. Когда ты за собой наблюдаешь, ты просто живешь, но как-то на что-то реагируешь. А ты сначала отреагировала и заметила, почему я накричала на чужого ребенка. Да потому что, блин, он стоял, у меня над ушами орал. Они вдвоем орали так беспардонно. И их только нужно было перекричать, чтобы они замолчали. А потом я думаю, я сделала неправильно. Но получилось так, что мы с мужем одновременно это сделали. И я поняла, если мы одновременно среагировали, пространство не могло в эту секунду быть другим. Но это такая моя отмазка. Спрашивают, в какие дни йога? Я не преподаю йогу, я преподаю нейрофитнес. Я преподаю осознанное движение. По понедельникам, средам и пятницам в закрытом клубе. Кто хочет ко мне подключиться, напишите. Хочу к вам в клуб, мне в директ. Юля скинет ссылочку. Вот я вижу, Елена, Ирина мне написали. Просто ещё раз продублируйте своё желание мне в директ. Стоимость занятий 2500 рублей. В июле будет всего 14 уроков. Не в июле, а в июле. В июле будет 14 уроков по часу. Все занятия я буду сохранять. Они будут доступны в течение всего месяца. Вы сможете заниматься вместе с нами. Можете повторять эти уроки ещё несколько раз. Если в эфир не попадают, то могут потом смотреть в удобное время в течение суток. В течение суток. Я потом ещё сохраняю. В течение месяца доступен каждый эфир. И скажи... При беременности можно заниматься. Вот вопрос. Единственное, есть некоторые положения, которые нельзя делать. Это большой срок лёжа на спине. То есть уже конец третьего триместра. И нельзя лежать, соответственно, на животе. А все остальные уроки, мы в основном лежим на спине и на боку. Можно делать, даже очень нужно. Потому что там всё очень мягко. Противопоказания какие? Тоже вопрос. Практически нет противопоказаний. Первое. Острая боль. Если у вас, допустим, защемление седалищного нерва, вы испытываете острую боль. У вас воспаление бурсит, локтяк, голеностопа. Нельзя при воспалении заниматься. То есть надо снять воспаление, острую боль. Второе. Нельзя при сложных психологических расстройствах, шизофрения, эпилепсия, паранойя. Вот такие заболевания нельзя. Сложные, прям очень сложные виды невроза нельзя. Это противопоказания к моим занятиям. И онкология. Да, онкология и ремиссия. То есть через три года после операции, после химиотерапии только можно заниматься осознанным движением. Вика, здравствуйте. У нас осталось две минуты. Я уже читаю слова благодарности. Эфир зашёл. Юлия, Лена, спасибо за эфир. От вас море позитивной энергии. И здесь была информация о том, что... Какой инсайт, да, я видела. Да, инсайт. Спасибо, девочки. Фраза «точка, в которой вы находитесь, это точка роста». Вот это, да, спасибо. Да, вот это прям... И самое интересное, самая сильная точка роста, не когда мы в комфорте, у нас всё хорошо, а когда мы... Вот мы прям на дне... Вот когда что-то плохое случается, надо этому радоваться. Это я сейчас вырасту, я сейчас вообще... Мне придётся справиться. А скажи, что делать, когда всё хорошо? Наслаждаться. А, спокойно наслаждаться. Помогать другим. Скажи. Ведь это тоже важно. И сейчас я забыла... Другим, кто просит помощи. И помогать другим, когда ты находишься в точке наслаждения, ну, когда у тебя всё хорошо. Я говорю, помогать другим, но опять же, если тебя просят помощи. Помогать другим — это только лишь... Подпитывать своё эго. Если люди просят о помощи, тогда да. Ну да, только если тебя просят о помощи. Ирина написала «шизофреник». Обычно не знают, что он шизофреник. Надеюсь, у меня нет такого заболевания. Но если у вас нет раздвоения личности, и вы не знаете, что вы делали вчера, то вы не шизофреник. Ой, я очень боюсь. Я когда с Ником, с психологом проводила эфир, я прям боялась про жизнь. Я говорила ему об этом. Ну, интересно, да. У меня в аккаунте «Свежая сама» весной проходили эфиры и зимой с психологами, Никой и Стеллой, Ником и Стеллой. Скоро мы их возобновим. Вот. Это те люди, о которых мы просто говорим в эфире. Да, нам говорят слова благодарности. Мы тоже вас хотим поблагодарить за то, что в этот выходной вечер нашли столько времени, целый час посидели вместе с нами, послушали. Возможно, что-то полезное услышали. Кто желает к нам подключиться в клуб, мы с понедельника начинаем первое занятие. У нас будет в июле, в понедельник. Пишите мне в директ о своем желании. Я расскажу, как, что дальше сделать. Спасибо, милая Юль. Я все комментарии увидела, просто не зачитываю, чтобы... В общем, спасибо вам. Мы все, по-моему, на все вопросы ответили, все прочитали. Получилось все идеально. Желаю вам насладиться еще вечером и воскресеньем. И летом тоже. И каждым днем, мгновением. И осознавайте, почему и что с вами происходит. И желаю вам этим летом попасть на море. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.